Дерек Редмонд Так, Дерек в 1985 году побил национальный рекорд Англии на дистанции 400 метров. А в 1986 он в составе команды Великобритании завоевал золотые медали на чемпионате Европы. И чтобы долго не перечислять, перейду сразу к главному. Дерек сумел так и попасть на Олимпийские игры в 1988, которые проходили в Сеуле. Но беда настигла Дерека за несколько минут до забега. Из-за растяжения сухожилий Дерек был вынужден отказаться от участия. И это было всего лишь начало. Дерека стали преследовать неудачи. Не успевала зажить одна травма, как тут же он получал следующую. Казалось, вселенная настроилась против меня, вспоминает Дерек. Я принес 8 операций разной сложности, но никогда не думал сдаваться. Я готовился к следующим Олимпийским играм в Барселоне. Я должен был быть готов. На все 100%. Но то, что случилось там, я не мог предвидеть. Итак, Дерек Редмонд сумел пройти квалификацию и попасть на Олимпийские игры в 1992 года, которые проходили в Барселоне. Этим он уже совершил маленькое чудо и все ждали большего. Все надеялись на продолжение, но то, что случилось, вмиг все обрушило. В середине забега Дерек начал хромать и заметно снижать скорость. Кое-как он пытался бежать, но все было предрешено. Травма оказалась очень серьезной. Боль поразила Дерека и полностью обездвижила его ногу, заставив остановиться. Все было кончено. О золотой медали можно было забыть. Все труды и усилия были потрачены впустую. Дерек под пристальным взглядом всего мира понимал, что его карьере в сборной Великобритании пришел конец. Он мог остаться лежать и дождаться помощи, но Дерек решил все иначе. Собрав волю в кулак, он встал и продолжил свой путь. Пусть хромая, пусть зная, что придет последним, но он не сдался. Сломленный он не сломался, проигравший он не проиграл. Дерек сквозь боль и слезы решил закончить то, что начал. Да, Дерек не выиграл золотую медаль, но как по мне, он и не проиграл. Он обрел нечто большее, чем кусочек металла. Он подарил миру надежду и подал всем пример, говорящий о том, что если даже ты сломлен, иди. Если боль сковала тело, иди. Если знаешь, что проиграл, все равно иди. Иди, иди только вперед, до конца. Альпинизм Спорт не для всех. Это один из самых жестких и суровых видов спорта на планете. Поэтому, когда мир услышал о слепом альпинисте, покорившем Эверест, в это попросту никто не поверил. Даже здоровому человеку сделать это бывает не под силу, а тут еще и слепой. Человека, который содрогнул планету, зовут Эрик Вейхенмайер. Эрик родился в 68 году в Нью-Джерси, США с врожденным дефектом сетчатки глаз. К 13 годам Эрик полностью потерял зрение и начал адаптироваться к жизни во тьме. Он заново учился ходить, читать, по-новому чувствовать и воспринимать мир. Эрик прошел очень долгий и болезненный путь и подошел к тому, что задался вопросом. Что же дальше? Неужели на этом все? Не может этого быть, бунтовал внутри себя Эрик и решился на невероятный шаг. Впервые каску альпиниста Эрик примерил в спортивном лагере для слепых, где и познакомился с скалолазанием, которое впоследствии переросло в серьезное увлечение. Но насколько было все серьезно, мир узнал позже. Многие люди говорят, что идут в горы из-за красивых видов. Все это чушь, считает Эрик. Не по этой причине люди идут в горы. Вы не будете терпеть лишения в течение трех месяцев только лишь из-за того, чтобы полюбоваться красивой картинкой. Я думаю, что человек идет в горы по многим причинам. За достижением. За обретением смысла. Ради чувства товарищества. В 95-м году Эрик Вейенмайер поставил цель – выполнить знаменитую программу «Семь вершин мира», которую до него осилили всего лишь около сотни физически здоровых смельчаков. «Когда я лезу, моими глазами становятся мои руки», – говорит Эрик. Они сканируют скалу самым тщательным образом. И когда я нахожу, за что зацепиться одной рукой, вторая тянется дальше. Люди, с которыми Эрик совершал восхождение, говорят, что порой не верила, что он незрячий. Это было честью видеть Эрика рядом. Он вдохновлял нас, нас всех, и заставлял ценить жизнь, вспоминает один из участников подъема. Одним словом, Эрик стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие пики на всех семи континентах, выполнив таки знаменитую среди скалолазов и самую трудную программу «Семь вершин мира». Тем самым он доказал, доказал всем, что нет ничего невозможного. Субтитры создавал DimaTorzok